Связующая нить между прошлым и будущим, фронтовые письма, незримое переплетение войны и мира. На сцене заслуженная артистка России Наталья Бондарева и народный артист Дмитрий Назаров. Нежно и трепетно перелистывают военную переписку актрисы Малого театра Ксении Мамонтовой и ее мужа, инженера-стекольщика Николая Добровольского, ушедшего на фронт в первый день войны. Шел 42-й год, самый тяжелый, самый страшный, но полный надежд и ожидания. Мне кажется, что после войны имя каждого, кто прошел по ее дорогам, надо высечь на мраморе. Знаешь, Колька, ты у меня молодец. Дорогая моя, пишу совсем коротко на обрывке блокнота и на коленке. Мы каждый день меняем свои позиции и делаем это с большой радостью, потому что идем вперед. Настроение наше под стать морозом крепкое. Более 300 писем, теплых весточек с фронта, в конвертах, засовшие цветы из полей сражений. Муж Ксении Мамонтовой не вернулся с войны, как и миллионы красноармейцев, положивших жизни ради великой победы. В память о них ровно в 19.00 по всей стране объявляется минута молчания, полной скорби и гореутраты. Вспомним тех, кто дошел до Гарлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Ты на смерть стоял под Москвой в Сталинграду. Вез хлеб в блокадный Ленинград. Горел в танке под Прохоровской. Прогибая, ты спасал миллионы жизней. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. И все-таки жизнь продолжается. Правнуки героев и победителей со сцены поздравляют жителей и гостей Одинцова с Днем Победы. Спектакль мы помним в исполнении артистов театра Натальи Бондаревой. Дань уважения фронтовикам. По учительной странице советской истории для юных артистов это еще и фрагменты их семейной биографии, о которой ребята знают немало. Мой дедушка, наверное, был бесстрашным солдатом. Один раз он перешел границу фрицев и взял одного в плен. Я не знаю, пытали они его или нет, но кажется, что пытали. Я хочу еще рассказать кусок стиха, который мы рассказывали вместе с ребятами. Война – это боль, это смерть, это слезы На братских могилах тюльпаны и розы Над миром какое-то время лихое, Где правит война, никому нет покоя. Как надоели войны на свете, Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды, Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть, Люди, постойте! Войну прекратите! Живите достойно! Гибнет природа и гибнет планета! Но неужели вам нравится это? Я хочу, чтобы все ветераны, Все-все были здоровы, Чтобы все никогда не болели и больше никто. Я желаю всем здоровья И чувство гармонии, любви, равновесия, Наверное, это самое важное. Я счастлива, что мы застали тех людей, Которые прошли это время. И благодарна безумно всем, кто это сделал. Дорогие ветераны, Я желаю вам долголетия, И чтобы никогда больше не было войны. Ощутить себя на мгновение солдатам, Примерить шинель, пилотку или телогрейку – Все это гости праздника могли сделать На специальной интерактивной площадке. Одежда военных лет – точные копии, Шитые на заказ. Интерактивная площадка, Фотографирование после победы. Мы переодеваем людей в форму Второй мировой войны, Выдаем им оружие, Мужчинам, женщинам, Сумки, санитарок. Одеваем, они входят в образ, Улыбаются, все счастливы. Победа! Ближе к вечеру центром притяжения Стала центральная площадь города Одинцова, Где установлена главная сцена. Именно сюда устремились тысячи жителей, И гостей города в ожидании праздничного салюта. Ярким продолжением праздника Стали танцующие фонтаны. Центральный пруд заиграл Разноцветными красками И музыкальными переливами. А затем под громогласное «Ура!» В небе прогремел салют. Праздничная точка в событии, Не знающим границ. День победы один на всех, И с этим не поспоришь. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, Телекомпания, Одинцова.